После начала войны российские миллиардеры несут колоссальные потери. Только в первый день войны из-за обвала фондового рынка богатейшие россияне потеряли почти 40 миллиардов долларов, подсчитал журнал Forbes. А к 1 марта 22 миллиардера, входящих в список 500 богатейших людей планеты, потеряли уже 83 миллиарда, подсчитали в агентстве Bloomberg. Вместе с ужесточением санкций и каждым днём войны потери растут. Больше всех потерял глава Лукойла Вагит Аликперов. Его состояние уменьшилось на 13 миллиардов долларов. Почти половину своего состояния потерял бизнесмен Геннадий Тимченко, которого в СМИ называют другом Путина. Он обеднел на более чем 10 миллиардов. Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Потанин – все они также теряют миллиарды долларов. Мы спросили у немецких экспертов, могут ли российские бизнес-элиты повлиять на Владимира Путина. Их выводы неутешительны. Российский президент во многом изолировал себя при принятии решений. А у бизнесменов сейчас просто нет доступа к Путину. Путин известен тем, что в ключевых для себя вопросах, и к ним, конечно, относится Украина, не привык с кем-то советоваться. Он привык доминировать в принятии решений во внешней политике. А сейчас доступ к нему вообще есть лишь у горских игроков. К этому прибавляется то, что в последние два года, во времена пандемии, он ещё сильнее изолировал себя. Дело в том, что к нему почти нет доступа, а информационные потоки, которые к нему поступают, поломаны. Так что решения о вторжении в Украину он принимал один, без учёта иных мнений и анализа. У кого вообще сейчас есть доступ к Путину? По мнению экспертов, речь идёт о небольшой группе, приближённых из Совета безопасности. Однако они не способны не только повлиять на российского президента, но и даже проинформировать его о реальном положении вещей, убеждены немецкие эксперты. Это небольшая группа людей, возможно, даже меньше пяти человек. К ним относятся представители Совбеза, прежде всего люди из спецслужб. Например, секретарь Совбеза Патрушев. Но они не будут перещать Путину. В этом большая проблема. Путин ещё больше повысил давление на элиты. Это показало заседание Совбеза перед признанием ДНР и ЛНР. Путин создаёт коллективную ответственность. Это уже не первый раз, когда заметно, что решение, ошибочное решение, принимается в Кремле на основании ошибочных оценок. Это заметно по тому факту, что война длится уже 12 дней. По тому факту, что российские войска не продвигаются туда, куда было задумано. Воздух не под контролем. Это показывает, что не было адекватной информации о ресурсах России на ведение этой войны. Мы имеем дело с репрессивной иерархией, которая не передаёт наверх критическую информацию. Немецкие политологи не исключают. Поскольку у бизнес-элит, вероятно, нет возможности повлиять на президента, они могут попытаться повлиять на ситуацию через массовые протесты. Фактически, начать тайный бунт против Путина. То, что мы слышим из Москвы, однозначно указывает, что у экономических элит почти нет влияния на решение президента Путина. Они напуганы. Другой вопрос. Могут ли бизнес-элиты повлиять на общество? Могут ли объединиться между собой, воспрепятствовать Путину? Правда в том, что есть ясные указания, что они все в ужасе. Вопрос в том, могут ли они организовать движение против войны не через влияние на президента, а без президента, против президента. Все понимают, что Россия толкает Украину в пропасть и что они упадут вслед за Украиной. Однако эксперты прогнозируют, что силовики в ближайшее время попытаются ещё больше усилить давление на общество, чтобы не допустить массовых протестов. Также они не исключают арестов некоторых бизнесменов. Продолжение следует...